Продолжение следует... 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 даже определенных соответствующих документов, свидетельствующих о каких-либо специальных познаниях в области молдавского языка, включая специфический язык в области юспруденции, не отвечает принципам и задачам процесса в рамках уголовного судопроизводства. В связи с этим я категорически возражаю против участия данного человека в качестве переводчика в судебном процессе. Моему подзащитному, право моего подзащитного постоянно нарушается и следствие вместе с прокурором считает фундаментальные права моего подзащитного незначительным обстоятельством, мешающим, видите ли, им принести в суд свои очередные репрессивные документы. В связи с этим это грубейшее нарушение права на защиту, грубейшее нарушение принципов уголовного судопроизводства и грубейшее нарушение права моего подзащитного и страны защиты в целом на справедливое судебное разбирательство. У меня все, спасибо, Ваша честь. Спасибо. В суде вопрос о привлечении в качестве переводчика Берза Игоря в суд руководства статьи 59 считает возможным принадлежащим участию в деле в качестве переводчика Берза Игоря согласно статье 59 Уголовного социального кодекса Российской Федерации переводчика к лицу, которое свободно владеет языком, знание которого необходимо для перевода. В настоящее время переводчик не сообщал нам о том, что у него не имеется знаний по молдавскому или по-русскому, которому необходимо в периоду. И в будущем, если переводчик нам заявит в такие обстоятельства, то тогда может быть решен вопрос о дальнейшем его участии в судебном заседании. В связи с этим доводы страны защиты не являются основанием для непривлечения данного века в участие в качестве переводчика. Приводчик. Я вам объясняю, что согласно статье 59 Уголовного социального кодекса Российской Федерации вы успели задавать вопросы участникам судебного производства. Знакомьтесь по такому судебному заседанию и подавайте мне его замечания, если посчитаете, что в таком судебном заседании неверно отражен ваш перевод. В праве участия в судебном заседании, задавайте вопросы, если вы участвующие в деле, я вас подтверждаю в уголовной ответственности задачу заведомо ложного перевода по статье 37 Уголовного кодекса Российской Федерации. Вам права и ответственность понятны? Понятно. Распишите о том, что права и ответственность понятны. Подойдите, говорю, судебному заседанию. Присажитесь, пожалуйста. Я ставлю в известность участников процесса о том, что в суд обратился главный редактор СМИ СНЕКС о участии в судебном заседании сотрудников данной организации, а также редактора СМИ Росдержава об участии в судебном заседании сотрудников данной организации. Для ответственности в статье 241 Уголовного кодекса в средстве массовой информации обсуждается вопрос об участии данных лиц в судебном заседании. Предполагение прокурора. Ваша часть. Наше следование по вопросу продвижения меропресечения относится к досудебной статье удаловленного производства. В соответствии с статьей 25-й статье 241 Уголовного кодекса Российской Федерации Вопросы производства аудио, видеозаписи, фотографирования. Относятся к компетенции судей, рассматривающего уголовное дело. С его разрешением ли участвующие лица могут производить запись. Ваша честь. Но в этой же норме, названной мной, четко указано о том, что путь к делам до судебной стадии не может производиться радиотелетрансляция. Если данные граждане обязуются, что они не будут производить радиотелетрансляцию в ходе судебного свидания, то я полагаю, что может быть разрешено производство аудио, видеозаписи и их присутствие для освещения в последующем данного процесса в средствах массовой информации. Каково мнение требуется? Ваша честь полностью поддерживает. Каково мнение обвиняемого? Я за. Чтобы участвовал. Спасибо, Ваша честь. Уважаемый суд, уважаемые участники процесса, уважаемая публика, я прошу суд разрешить трансляцию официального средства массовой информации. Я считаю, что здесь присутствуют профессионалы и происходит судопроизводство, правосудие, и поэтому нечего скрывать перед общественностью. Тем более, что судебное заседание это позволяет. У меня все. Спасибо, Ваше честь. Обсудив заявление ходатайства, существует возможность удовлетворить ходатайство обратившихся в средства массовой информации об участии в судебном заседании, проведение аудио-съемки, видео-съемки в судебном заседании без трансляции судебного заседания и с последующим освещением в средствах массовой информации. Объявляет состав судания, слушает судья Шичков, секретарь Ганичева, прокурор Камышев, защитник Бараковский, переводчик ГАЗА, следователь Лавренкин, политоглавы 9, пока Российская Федерация, каждого за участвующих в деле лиц, в праве заявить отводок состава судебного заседания, прокурору, переводчику, защитнику, послеполагающее, что кто-то из нас прямо или косвенцовое рассмотрение делает. У прокурора имеется отводок состава, да? Нет факт, что есть. У следователя, у обвиняемого состава судебного заседания, уважаемый суд, уважаемые участники процесса, уважаемая публика, я остаюсь на своем мнении и заявляю отводок переводчику, так как следователям было в ходе открытого судебного заседания заявлено, что уже между ним, хотя не проводились следственные действия с моим подзащитным, с моим участием, имелся тесный контакт и о чем-то в нарушении закона, в данном случае от уголовной ответственности, следователь переводчика предупреждал. То есть имел тесный контакт. Это говорит о том, и может говорить о том, что переводчик без образования и так далее находится в зависимости от следователя и появился здесь не случайно. И что именно следователь его привел сюда, и именно этого человека, который не имеет специального образования, не имеет специальных навыков, не имеет специальной подготовки в области специальных терминов уголовного судопроизводства. Поэтому, уважаемый суд, у меня есть основания полагать о заинтересованности переводчика и о том, что его перевод будет не соответствовать действительности. Тем более, что я прошу заметить, мой подзащитный в начале судебного заседания заявил, что при коротком общении с переводчиком он не понимает ничего, когда говорит этот человек. Поэтому, уважаемый суд, и его участие, этого человека, как переводчика в судебном заседании абсолютно невозможно. Поэтому я еще раз вынужден повторить, что я заявляю отвод человеку, который якобы представился переводчиком. У меня все, спасибо, Ваша честь. Спасибо. Мне не обвиняемый по данному вопросу согласно следователям защитника. Мне не обвиняемый по данному вопросу. Ваша честь, мне, конечно, я поддерживаю свой адвокат и также прошу еще раз заявляю отвод, так как до сих пор я ни одно слово от него перевода не слышал. Вы столько со мной общаетесь, ничего в его не переведено. Меня самое главное интересует термины, юридические термины. Молдарский язык я и так знаю, русский, более-менее от него говорю. Я ее частично. Ни одного перевода, вот сколько он сидит, я от него не услышал. Для чего он здесь находится, я не помню. Присаживайтесь, пожалуйста. Спросим мнение переводчиков. У вас есть какая-то заинтересованность в этом деле? У кого-нибудь знаете? У вас есть? У вас есть заинтересованность какая-то в этом деле? Нет. То есть, понятно. То есть, как вы полагаете, есть основания для отвода по этому основанию у вас? Заинтересованность есть какая-то, нет? Следующий. Ну, ответили на этот вопрос, присаживайтесь, пожалуйста. Он не понимает, что вы хотите от него. Нет, он не интересуется, как люди. В качестве переводчика и все. Больше никакой, да? Присаживайтесь, пожалуйста. Мини-прокурор сказал. В соответствии с статьей 59-я переводчика привлекает уголовное дело и осуществление перевода. Главное требование к переводчику, когда с названием новой нормой, это владение языков, которого требуется перевод. Мы убедили знание русского языка, знание молдовского языка, но действительно необходимости еще не было. Если, так скажем, возникнет необходимость такая, то, наверное, суд будет принять какое-то решение. Пока именно о качестве перевода замечание ни от кого не поступало. То, что касается заинтересованности, данное высказание не основывается на каких-либо факторах, а то, кстати, что переводчик привлечен следовательно, так это прямая обязанность, которая предписывает уголовный специальный закон, следует же обеспечить право на переводчика, в том числе на защиту. Он привлекает не только следователь-переводчиков, но и других участников, иных участников главного судопроведовства, в том числе и адвоката, если сам не может пригласить обвиняемого. Поэтому в честь данное основание не может являться. Будь принятого внимания для решения вопроса об отводе переводчика. Основания, которые могут быть принятого внимания, перечислены также в соответствии с отнимой главы официального конца Российской Федерации. Ни одной из названной не было. Спасибо. А мне не следует, как и в токолад. Поддержим позицию прокурора. Удаляйте, я улетаю ответ, спасибо. Подключи. Переводчик. Переведите, пожалуйста. Чьи слова вам необходимо перевести? Полностью текст. Смысл и текст. Переведите, пожалуйста. Присядьте, пожалуйста. Присаживайтесь. Вы переведите смысл того, что сказал прокурор. Присаживайтесь. Уважаемый защитник, присядьте, пожалуйста. Слушаем вас. Вы можете перевести то, что прокурор сказал? Ну, по вопросу, может быть, прокурор еще раз просто сказать, наверное. Основания для отвода переводчика, они такие, как и для других участников, по-далому сюда проведут все итоги. Переводите, пожалуйста. Не могу. Не можете что делать. Уважаемый суд. Подождите, адвокат. Уважаемый, значит, не вам предоставлено суд. Присядьте, пожалуйста. Это балаган, когда-то прекратится или нет? Мы слушаем. С того года вы меня мучаете по этим тюрьмам? Уважаемые обвиняемые. Что обвиняемые? Что вы здесь собрали? Клак вот эту. Человек вам говорит, не могу перевести. Что вы его перебиваете? Я вам делаю замечательно. И что дадите мне? Три месяца еще срока дадите? Я вам разрешаю, что в судебном заседании должен поддерживаться порядок. В случае нарушения порядка вы можете... Когда вы его не нарушаете, вы порядок человек не могу перевести. Вы можете быть удалены из зала судебного заседания. Удаляете меня. Вам это понятно? Тихо, тихо. Переводи, что он сказал. Можете ли вы перевести то, что сказал прокурор? Нет, не все. С ищем? Ну, есть слова, которые не знают. Есть слова, которые вы не знаете. Да, не могу переводить. Понятно. Судом объявляется перерыв на 15 минут. Слуш, у нас переводчик пояснил о том, что он не может перевести некоторые термины. Защитник поддерживает позицию свою по заявлению в судатайстве? Да, ваше честь поддерживает. Объединяемый поддерживает позицию? Конечно. Поддерживает. Еще раз прошу мнение все-таки прокурору после того, как у нас переводчик заявил в такое обстоятельство. Вмени, как вы не знаете? Переводчик расписался и несостоятельности, поэтому их он слагает себя в полномочии в силу того, что он не обладает достаточными науками, знаниями, так понимаю, русского языка, чтобы для молдовских перевести криминал и юридически. Поэтому, естественно, данный лиц, сам отвод данного лица должен быть удовлетворен. Обглашу вену через 10. Восстании 25 декабря 2020 года. Постановление 25 декабря 2020 года. Поставление по особо важным делам 2-го следственного управления по расследованию особо вольного дела в СССР в Московской области Валерий Аполл, защитник адвоката Болоковского, обвиняясь в другую, переводчиком Берза, рассмотрел, кто в суде вывод податайства о продлении мер общения и заключения по сражению в отношении Дорога Валерий Самбаревича, обвиняющий в принципе пункта Б-часть 30 и 163-ю, 1-ю, 6-ю, 9-ю. Судебный судатель, защитник адвоката Болоковского, занят податайство об отворе переводчиком Берза, поскольку последний обладает необходимые знания соответствующего языка для перевода. Агнеев Дор поддержал позицию позащитных переводчиков и запреснил, что они понимают некоторые понятия, которые говорят, что он поэт не будет перевести. Участвовавший Дорога, бывает, что имеется основная для отворе переводчика с учетом того, что переводчик и структур не понимает неквозитивно на русском языке. Участливый исследователь поддержал позицию прокурора, выпавший слоу до судья приходит к следующему. Сама статья 59-5 переводчику субъекта участия в балансах, что особо наложище языком, знание, которое необходимо для перевода. С учетом того, что присматривание делается, он наличие сомнений, то что переводчик к суду и наложить языком, знание, которое необходимо для перевода. Судья считает, необходимо для перевода. Отвод переводчику. На основании злобного по статье 61-62-62, вкратце, судья встаня заявлено на Барковский отвод. Переводчику обязанных утворить. В основании отдельного описанного обзора не приближит судья подпись. Прошу садиться. Судом ставится на обсуждение вопрос о отложении и рассмотрении дела для обеспечения перевода. Наверное, так спрошу. Средник готов в настоящее время обеспечить переводчика? Ваша честь, в настоящее время нет. Возможно, в понедельник. В понедельник, да? Да, Ваша честь, сейчас реально возможности нет. Только в понедельник. Судом ставится на обсуждение вопрос об отложении и рассмотрении дел с учетом того, что удовлетворен отвод переводчику. Каково мнение прокурора? Ваша честь, я полагаю, действительно необходимо для обеспечения права на защиту. Обвиняем, он предоставит следовая возможность пригласить, изменить переводчика в деле. И срок, с учетом того, как работают все учреждения, все выходные, дать время до понедельника, чтобы он мог назначить дело у него переводчика. Ну, следователи, по сути, листы вы уже с его позиции, вы должны изменить меня. Обвиняю ваше мнение. Адвокат, пожалуйста, что ты? Слушаем адвокат. Спасибо, Ваша честь. Уважаемый суд, уважаемые участники процесса, уважаемая публика, конечно, я поддерживаю отвод переводчика, однако хочу сказать, что в понедельник Щелковский городской суд, 14.10, у меня назначено судебное заседание. В связи с этим, в случае того, если судебное заседание будет перенесено, а я проживаю в Щелкову, Щелковский городской суд, перенесено на понедельник, то я могу физически не успеть к этому времени. Поэтому прошу суд войти в положение, прошу участников процесса также поддержать это мое ходатайство. Ходатайство о чем? О том, чтобы отложить судебное заседание, но не на понедельник. У меня все, спасибо, Ваша честь. Обвиняю ваше мнение. Да, поддерживаю. Перирую, объявляю в суд. Хорошо, садится. Продолжаем после перенесенного судебного заседания. Продолжаем. Продолжаем. Следует об этом судебном 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 суде, скажи, должен был им сам Борисович. Суд выслушал мнение участников процесса с участием занятостей сторон. Считает возможным отложить судебное заседание на 28 декабря 2020 года в 10 часов 45 минут в этом же зале с участием прокурора следователя, защитника обвиняемого. И просит следователя обеспечить переводчика для осмотрения дела. Всего хорошего, всем до свидания. Здравствуйте, дамы и господа. Сегодня судебное заседание началось с того, что публике и всем участвующим лицам был представлен некий молодой человек, который был заявлен как переводчик. следователем. Но судя по тому, как он выглядел и как говорил, конечно, у нас возникли сомнения. Потому что, если честно, очень надоело, что на каждом шагу, на каждом заседании, при каждой возможности нарушаются наши права фундаментальные, которые неотъемлемые. Посмотрите, что с Дороговым, что с Котелевским, глобальным плане, что они, как их мучают под стражей. И все это продолжается с каждым разом и заканчивается такими вроде мелочами, но тем не менее важными в процессуальном плане действиями, как предоставление переводчика, который, как он сказал, значит, имеет образование ПТУ. Когда поговорил, значит, с Александром Дороговым, половина мой подзащитный не понял из того, что, значит, хотел сказать ему якобы переводчик. Конечно, на наши возражения, на наши аргументы, на указание на то, что это действительно нарушает право на защиту, то есть фундаментальное право к доступу к правосудию и так далее, вы сами видели, что суд ответил отказом. Прокурор вообще не стал даже кривить душой. Из первого, значит, его слова он заявил, что прекрасный переводчик, он все понимает и может спокойно на молдавском языке объяснить, значит, моему подзащитному весь ход судебного процесса. Ну, то есть вы сами слышали, было такое ощущение, что прокурор сам разговаривает на молдавском языке. И, конечно, мотивированный отвод защиты при поддержке Александра Дорогова, при том, что нами были заявлены совершенно убийственные основания для этого, в конечном итоге, нехотя, со скрипом, с жутким нежеланием, был удовлетворен. Конечно, это маленькая победа, она глобального смысла, конечно, особенного не имеет, но тем не менее, люди будут считаться с нашими правами и знать, что правосудие, оно имеет составные части и должно быть для всех, в том числе и для политических заключенных, таких как наши журналисты, наши друзья Александр Дорогов и Ян Котелевский. Поэтому спасибо всем, кто пришел, спасибо публике, и спасибо участникам процесса. Я думаю, что это маленькая, но очень значимая победа, и мы пойдем дальше такими темпами. Посмотрим, конечно, что нового приготовят эти люди в следующий раз. Но опять-таки, в следующий раз уже не за горами, понедельник, когда обсуждался вопрос о переносе судебного заседания, мной было заявлено о том, что у меня судебный процесс назначен уже месяц назад. Тем не менее, председатель стующе не посчитал это важным для него и назначил также на понедельник. А почему? Потому что срок у Александра Дорогова, и, соответственно, необходимо решить вопрос. То есть не рассмотреть вопрос, а именно решить. Тут даже все понятно и совершенно четко. Константин, так вы будете в понедельник? Моя святая обязанность, на самом деле, это защита моего, значит, доверителя. Поэтому, конечно, я сделаю все возможное для того, чтобы реализовать право на защиту, на хорошую всестороннюю помощь защитника и постараюсь, конечно, прибыть. То есть мне придется, конечно, я не знаю, как разделяться, чтобы в двух местах, в Щелково и здесь, в Серпухове, практически одновременно появиться. Ну, что ж, будем. Константин, а скажите, какое-то новое четвертое уголовное дело на ребят появилось, 319, можете пояснить? Сегодня, значит, стало известно, и как раз-таки из документа, полученного от Серпуховского городского суда, о том, что к обвинению добавилась статья 319, то есть это публичное оскорбление представителя власти, то есть именно публичное. Когда, при каких обстоятельствах это могло произойти, конечно, пока мы не знаем. То есть нас не знакомили ни с постановлением о возбуждении уголовного дела, ни тем более не было предъявлено обвинение. Оскорбленное лицо известно? Нет, то есть как бы пострадавший неизвестен, то есть кто это, при каких обстоятельствах, значит, он посчитал себя оскорбленным, ну, явно, что при исполнении служебных обязанностей, мы не знаем. Но в стражных материалах нет ничего? Нет, ничего, нет абсолютно. Есть только ответ для прессы и все. В стражных материалах только старая вся информация абсолютно, вот, и добавлен, значит, добавлен протокол очной ставки с господином Филимоновым. Вот и все. Это тот, который вам не выдали, да? Это тот, который до сих пор не выдали, который, значит, мы написали несколько мотивированных жалоб, вот, в том числе, значит, с требованием проведения служебной проверки в отношении, значит, следователя, вот, и всей следственной группы, вот, но до настоящего времени, то есть нарушение всех возможных, значит, норм материального процессуального права, мало того, что в соответствии с статьей 53 нас до сих пор не ознакомили с материалами дела, на которые мы имеем право, вот, то следователь, видимо, посчитал, что он может и не отвечать на наше ходатайство, то есть не присылать нам и не выдавать на руки ответ, вот, и даже не сообщать адрес электронной почты, посредством которой можно реализовать свое право на подачу, значит, ходатайства или еще чего-то в электронном виде, то есть с усиленной квалифицированной электронной подписью. Но вы это будете обжалованы? Ну, вот, это уже обжаловано, уже написаны соответствующие, значит, жалобы на имя руководителя их управления, на имя начальника, вот, как я уже сказал, суд, я имею в виду, вот, суд, мы посмотрим сейчас на реакцию руководителя, а потом, я думаю, что это не исключено, потому что, опять-таки, как и в сегодняшней ситуации с Александром Дороговым, если они не хотят уважать наши права, то, значит, мы будем их заставлять. Мы это делаем давно, полномерно. Как Александр, вы чувствуете, в процессе, скажете? Я хочу сказать, что Александр бодр духом, молодец, он никогда не сдастся, он, ну, просто несгибаемый человек, то есть, он только спит и видит о том, чтобы права не только его, но и окружающих, окружающих его лиц, вот, были учтены особенно должностными лицами. Спасибо вам большое. Спасибо. Да, спасибо, ребята, спасибо, что приехали, спасибо средствам массовой информации. Еще раз вас очень прошу освещать ситуацию с Яном Хотелевским, с Александром Дороговым, потому что освещение в СМИ, это может быть одним из самых главных факторов, которые могут им помочь. Потому что вы же видите, как происходит расследование. Вы видите, что банда всех, значит, чиновников, похоронный бизнес, о котором я сегодня, кстати, хотел заявить. Также мне известно, что разосланы многочисленные заявления по этому поводу. И, конечно, это обстоятельство очень сильно влияет на ход следствия и на ход судебных заседаний. Поэтому, уважаемые средства массовой информации, я прошу вас продолжить освещение этой ситуации, потому что это очень действительно нужно и очень это полезно для прав и свобод граждан вообще, но и в частности для Яна и Александра. У меня все, спасибо, ребята. Спасибо.